Канун нового года мы спросим у детей, что они знают о правилах безопасности и кто их этому научил. А знаешь ли ты вот правила безопасности? Ну скажи правду, вот как они тебя вот учат? Рассказывают что-нибудь, может? Нет. Ты что-нибудь знаешь вообще о правилах пожарной безопасности? Да. А откуда ты их знаешь? Кто тебе рассказывает эти правила? Никто. Кто тебя учит вот этим всем правилам? Откуда ты их берешь? Из книжки одной. Ну я знаю только одну, нельзя детям, брат, спички. Как вы обучаете своих детей правилам безопасности? Мама тебя не учила больше никаким правилам? Нет. Не вспоминаешь? Неужели я тебе ничего не говорю? Да. Никогда. Никогда. Не запрещают себя к огню лезть? Запрещаешь. В розетке лезть нельзя тоже. Запрещаешь. Ну неужели ничего не говорю? Запрещаешь. Запрещаю только и все. Только папа запрещает и не объясняет, почему это, да? Папа плохой. Обучаете вообще? Ну обучаю, но с большего на данный момент обучаю безопасности именно правил дорожного движения. Потому что в плане безопасности дома там электрокомфорок, чайников, всего остального, постоянно жена дома. Пожарной безопасности мы тоже иногда проводим интересные досуги по поводу пожарной безопасности у нас были. И мы изучаем все правила. Мы знаем, куда нам звонить. Мы знаем, что нам делать в случае, если вдруг случится пожар. А если вот случится пожар, куда надо звонить? 101. С огнем играть нельзя. То есть электроприборы это не для него. То есть включить телевизор в розетку там, либо еще что-нибудь, ну обязательно это в присутствии только взрослого. Вот давай вспомним, розетки, может электроприборы. Запрещало пользоваться? Ну когда был маленьким, запрещало. А сейчас большой уже? Да, уже могу запрещать. Она мне уже не запрещает. Что делать? Я даже растерялась. Мой восьмилетний сын сказал, мама, вот вода, вот ведро. И все, я схватила, естественно, зачеркнула и вылила. Может что-то поджег когда-нибудь? Или может... Никогда ничего? Никогда ничего, потому что мне дед не разрешает ни к чему подходить. В этой ситуации больше даже, наверное, мой сын мне помог. Давай у мамы спросим, вот действительно ли мама тебя ничему не учит? Давай вот так поинтересуемся. Конечно, учу. Учу. Конечно, учу. Учу. Как правильно нужно обращаться, как правило. Не подходить к плите газовой. Аккуратно обращаться с розетками, к электроприборам, к утюгу не прикасаться, да? Да. Что еще? Еще не нужно прикасаться к газу. Что выйдя из дома, ты должен проверить все розетки. Выключены ли вы, все приборы, из розеток достать. Ничего не должно находиться в режиме ожидания. А ты знаешь, что такое короткое замыкание? А что это такое? Это когда приборы еще не работают, а люди включают их. Там идет немножко вверх ток. И он может тебя ударить, да? Да. А тебя когда-нибудь било током? Нет еще. Не пробовал, да? Нет. Да. То есть вы знали в ее возрасте намного меньше, чем у нас сейчас? Меньше, да. У меня, например, не было там столько иллюстраций. К нам не приходили такие вот службы, как МЧС, с нами не общались, не доносили до нас эту информацию, которую доносят сейчас нашим детям. Сейчас вот честно скажите, вы гордитесь вот своими детьми, что вы вот их научили все-таки правилам, и знают ли они правила? Своими детьми горжусь. Знаю, что они знают, они… Поздравляю всех с Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаю всем безопасности, здоровья, сохраняйте вашу жизнь и обязательно соблюдайте все правила. И обучайте, да, своих детей обязательно? Да, и обучайте своих деток, конечно. Они должны знать для того, чтобы их жизнь была в целости и сохранности. Класс. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Родители, знайте, научить своего ребенка правилам безопасности достойно отдельной гордости.